Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. В Павлодарской области на упаковках продуктов появятся памятки о том, как не стать жертвой мошенников. Здесь же будут инструкции, что делать, если вам звонят якобы из банка или полиции. Такое ноу-хау в борьбе с оперистами вводят правоохранительные органы. Все потому, что мошенники в Казахстане придумывают все новые способы завладеть деньгами людей. Только в этом году жертвами злоумышленников стали почти 10 тысяч человек. Анастасия Новикова с подробностями. Подробную инструкцию о том, как не стать жертвой мошенников, жители Павлодарской области теперь могут прочитать на продуктах питания. Этикетки с предупреждениями расклеили в некоторых магазинах в рамках пилотного проекта «Казахстанская сервисная модель полиции». Достигнута договоренность с отделом предпринимательства Акимата города Павлодара, Акимата поселка Житихше по проведению мероприятия по вкладке в продукты первой необходимости. Это хлебобулочные изделия, яйца и другие продукты питания непосредственно с товаропроизводителями по профилактике и недопущению интернет-мошенничества. Покупатели оценили креатив полицейских, ведь некоторые сами сталкивались с мошенниками. Купила сегодня булочку и здесь информация о мошенниках. Прочитала, это правильно сделано, что рекламируют такое, чтобы люди были бдительны, потому что мошенников очень много. Я купила булочку, здесь написано, как не стать жертвой мошенников. Очень полезно. С начала года в Казахстане зарегистрировано больше 9 тысяч интернет-мошенничеств. Только за первые три месяца наши граждане отдали злоумышленникам внушительные 3 миллиарда тенге. Поэтому люди говорят, нужно усилить профилактику и учить граждан, особенно пенсионеров, не доверять сомнительным звонкам. Я считаю, что везде должна быть информация о мошенниках, на баннерах, буклеты нужно раздавать. СМИ чаще об этом говорить. При этом правоохранители говорят, чаще всего жертв обманывают хорошо обученные в психологическом плане мужчины и женщины от 25 до 45 лет. В основном звонки на казахстанские номера поступают из-за рубежа, а именно России, Украины и Беларуси. Поэтому раскрывать такие преступления довольно сложно. Чаще всего мошенники звонят на домашний телефон. Их жертвами становятся пожилые люди. Полицейские говорят, бабушкам и дедушкам нужно разъяснить, что из банка могут позвонить только в случае просрочки кредита или ипотеки. А если человек на том конце провода представился полицейским, то его явно не должен волновать ваш счет в банке. Чтобы проверить, не мошенник ли звонит, достаточно заговорить с ним на казахском языке, сказав хотя бы несколько слов. Обычно этого хватает, чтобы злоумышленник занервничал и бросил трубку. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить несколько правил. Не передавайте неизвестным людям данные о своей банковской карте, а также личные данные, пароли мобильных приложений банков и любую другую финансовую информацию.